Еще в мае здесь полным ходом шла торговля. Владельцы рынка получали ежемесячно многомиллионные доходы, незаконно занимая эту территорию. Теперь ситуация кардинально изменилась. Торговцы ушли и на освободившейся территории будет стоянка для эвакуированного с улиц города автотранспорта. Транспортная база займет около двух гектаров. Здесь разместят не только бесхозные автомобили. Территорию будут использовать и как стоянку для техники благоустройства и озеленения управляющих компаний на северной стране. Сейчас площадь готовят для реконструкции, расчищают от мусора. По решению суда очищается территория, убираются все строения, демонтируются плиты, вывозится мусор, который остался от организаций, которые эксплуатировали дальний земельный участок и использовали под торговлю. Главное требование при строительстве – учесть пожелания газовиков и нефтяников. Территория бывшего рынка располагалась непосредственно на газо- и нефтепроводе. При проектировке стоянки это учли и исправили. Территория охранная зона, 3 метра от оси этого газопровода в обе стороны, будет огорожена по согласованию с этими организациями бетонными блоками. Установлены соответствующие знаки. То есть тут здесь будет грунт и травка расти. Первая эвакуированная машина на новой автостоянке уже появилась. Буквально на днях сюда была доставлена старая разбитая иномарка. Оперативное совещание прошло в городской администрации во главе с Александром Ходриум. За час с небольшим обсудили важные вопросы городской жизни. Один из актуальных – жилищно-коммунальная сфера. В городе работа в этой области идет на постоянной основе. Сейчас жилфонд Риотов и объекты соцкультбыта готовят к зиме. По объектам образования и здравоохранения у нас срок стоит по постановлению 1 августа. В настоящий момент подготовлено школ детских садов 19 из 32 объектов. Осталось 15 дней. Всего успеем срок. Что касается жилищного фонда, из 303 домов жилых подготовлено 154, что составляет 51%. Андрей Воробьев зарегистрирован кандидатом в губернаторы Московской области. Он стал первым из 16 претендентов на этот пост, кто успешно прошел процедуру регистрации. Выборы главы региона пройдут 8 сентября в единый день голосования. Реконструкция сквера возле Троицкого собора продолжается. Сейчас здесь ведут подготовительные работы. Разбивают дорожки, готовят почву для высадки деревьев. И туда мы выходим, прямо на дорогу, туда на улицу. Но мы выйдем на этот угол. Стройка на личном контроле у главы города. Во время очередной проверки он встретился и с горожанами. Александр Ходорев объясняет, скоро в сквере появятся новые скамейки, освещение, а осенью здесь посадят кустарники и деревья. Вопросов было много, ответов еще больше. Слишком много слухов ходило вокруг этой реконструкции. Информация из первых уст растаяла все по местам. Кроме того, собравшиеся узнали и о других планах по благоустройству. Я хочу сделать набережную, я хочу набережную вокруг пруда сделать, чтобы была набережная, широкая, нормальная набережная. Стояли скамеечки, чтобы можно было подойти вокруг пруда. Извините меня, она была цивилизованная такая зона отдыха, чтобы вы с колясочком, как вы говорите, пришли, так сказать, вдоль пруда могли с колясочком прогуляться. Сквер станет связующим звеном между храмом и мемориальным комплексом, объясняют архитекторы. А еще зоны отдыха. Специально для детей предусмотрена детская площадка. Закончить реконструкцию сквера планируют поздней осенью. Всего в Риотове появится 8 зон отдыха на северной и южной стороне. Многие из них уже существуют, но требуют реконструкции. Другие будут строиться с нуля. Например, на территории стадиона появится бассейн. Сегодня уже приступили к проектированию. Как только в 3D будет готов проект, я его, конечно, покажу. Планируется сделать плавательный бассейн. Будем заезжать с улицы Строителю. 5 дорожек, 25-метровые, с хорошим залом. Это еще не все объекты, которые подлежат реконструкции. В скором времени парк появится возле Декамир. Городские власти готовы советоваться с ритовчанами, потому ждут предложения по благоустройству и от самих жителей. В Троицком соборе епископ Балашихинский Николай провел божественную литургию положения Ризы Пресвятой Богородицы. В храме собралось около сотни прихожан, а также священнослужителей духовенства Балашихинского благочиния. После службы состоялось собрание священнослужителей. На нем они обсудили текущие вопросы. Сегодня в Риотове день донора. Сдать кровь может любой желающий. Принимают всех с 9 утра в Центральной городской больнице, в Большом конференц-зале. Кровь в том числе отправят пострадавшим в аварии под Подольском. Сейчас она очень необходима. Сегодня днем будет около 21 градуса дожди с грозами. Это прогноз с сайта Метеоновости. Ветер западный 4 метра в секунду. При дожде возможны порывы до 8 метров. Вечером температура будет 15 градусов.